В коробку с настольной игрой картинки положили 91 карту с картинками, напечатанными с двух сторон. Вы постараетесь в течение партии изобразить случайно выбранную картинку пятью разными способами. И цветными кубиками в специальной рамке, и набором деревянных блоков разной формы, и набором из необыкновенно длинного и короткого шнурка, и с помощью 19 карт с различными символами, и даже при помощи набора из камней и палочек. Игра поэтому и длится 5 раундов, чтобы вы попробовали изобразить случайно выбранные картинки всеми пятью разными способами. Для начала возьмите 16 карт и расположите их вот так. Сверху над картами выложите жетоны с числами, а слева жетоны с буквами. Теперь положите все 48 жетонов с координатами в мешочек и тщательно перемешайте их там. Раздайте каждому игроку за столом по одному случайному набору компонентов, и теперь из мешка каждый достанет себе по одному жетону координат, чтобы узнать, какую картинку изобразить нужно с помощью своего набора предметов. Допустим, вы достали из мешка жетон с координатами B4. Значит, на пересечении этой цифры и буквы лежит картинка, которую вы загадываете в этом раунде. Располагайте компоненты своего набора так, чтобы они напоминали нужную картинку. Как только все изобразят картинки, постарайтесь угадать, кто что изобразил. Втайне от других вы пишите на своем листе под счет очков свои догадки, то есть координаты картинок соперников. Если вы правильно угадали картинку соперника, получите одно победное очко. А если вашу картинку угадали, получите по одному победному очку за каждого угадавшего. Следующий раунд начнется с того, что вы получите новый набор с предметами от игрока справа, а свой набор отдадите соседу слева. Теперь вытягивайте из мешочка новые жетоны с координатами новой картинки, которую нужно загадать вашим соперникам. Желаем вам приятной и творческой атмосферы с настольной игрой картинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова